Друзья, как обычная пальчиковая батарейка может нам помочь понять, рабочее УЗО или нет. Возьмите УЗО, возможно вы его купили с рук через Авито, возможно вы его получили на маркетплейсе, и вам нужно проверить его как-то в точке выдачи заказов. Возьмите два провода, возьмите батарейку, соедините эти провода, если у вас есть свободные руки, просто воткните провода в винты, я их поставил в клеммы, чуть-чуть затянул, и поднесите к контактам. Забыл, обязательно перед этим взведите рычажок. Никаких кнопок тест нажимать не нужно, рабочее УЗО и так почувствует разницу потребления и подачи тока, и сработает. Если вы перевернете батарейку и поменяете полюса, не забывайте, именно это УЗО АВБ, оно работает с полюсом как сверху вниз, так и снизу вверх с подачей плюс на минус. Пожалуйста, как при помощи батарейки проверить работоспособность УЗО? Друзья, и как продолжение проверки УЗО, способов проверки УЗО, теперь давайте, когда мы пришли, например, домой и хотим убедиться в работоспособности УЗО, и у нас есть возможность подключиться к сети 220, батарейка нам уже не понадобится, прикручиваем подающий кабель питания на фазу и ноль сверху или снизу. Это УЗО, напоминаю, двухпульсное, точнее работает как с подключением сверху вниз, так и снизу вверх. И включаем наше УЗО в сеть. Это импровизированное подключение к сети. УЗО подключено к сети 220 вольт. Фаза у нас подведена слева, здесь у нас подведен ноль. Проверяем еще раз УЗО кнопкой тест. УЗО работает. Друзья, если вам понравилось это видео по проверке УЗО, в моем случае я проверил УЗО батарейки в пункте выдачи, и пришел домой, проверил УЗО еще раз. С подключением сети 220 ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди у меня еще много-много интересного. Всем счастливо, всем пока.